Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как не стать жертвой мошенника и какие методы используют преступники для легкой наживы? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальника отдела по раскрытию мошенничества управления уголовного розыска главного управления МВД России по Самарской области Василий Подкорытов. Здравствуйте, Василий Николаевич! Здравствуйте! Давайте начнем с теории. Что такое мошенничество? Что подразумевает под таким видом преступления? Мошенничество это у нас хищение имущества граждан путем злоупотребления и обмана. Здесь главное обман, наверное. Да, да, да. Здесь главная составляющая это вот именно злоупотребление, доверие, обман граждан. Вот после чего у нас происходит как раз хищение, то есть как раз разграничение с понятием кражи, где тайное хищение имущества происходит. Скажите, а мошенничество, оно, они происходят какими-то всплесками? Бывает, что всплеск мошенничества или потом вот успокаивается ситуация, меньше становится или это ни от чего не зависит? Как все это подразделяется? Вот есть в принципе такой анализ. В связи с чем возникает всплеск? Нет, здесь всплесков никаких нету, здесь вот, можно сказать, равномерно идет совершение данных видов преступления, потому что у нас, как правило, преступление совершается разными категориями граждан, поэтому здесь нет привязки к какому-то либо событию или там еще что-то, то есть равномерно, неважно, то есть либо это какой-то праздник, либо это будние дни, либо выходные. То есть сезон, лето ли это, время отпусков? Обычно говорят, вот уезжают люди в отпуск и активизируются там квартирные какие-то. Ну да, ходят по домам, что предлагают. Если в случае с квартирными кражами, то да, возможно, что это перед отпусками. Да, а здесь как бы ничто людям не мешает, даже находясь не по месту своего обычного проживания. Допустим, мы ехали в ВОД, не дает им возможности не совершать данные преступления. То есть, как правило, у нас мошенничество происходит дистанционно, как один из видов мошенничества. Поэтому... А вот что касается категории людей, которые подвергаются мошенничеству? Что это за люди? Что это за категории? Или, опять же, обманутыми могут быть все, от малого до великого, несмотря ни на что? Ну да, в принципе, здесь категории граждан, которые становятся жертвами мошенников, они у нас варьируются как от подростков, очень часто общающихся в социальных сетях, допустим, используют интернет, до граждан пожилого возраста. Это наши бабушки и дедушки. То есть, тут нет такого градации, допустим, только вот бабушек. Мы слышим чаще всего, в принципе, про пожилых людей, потому что привыкли к тому, что они привыкли доверять людям, легко поддаются на какие-то внушения. Вот. Ну, здесь, понимаете, здесь, если раньше было какой-то определенный вид мошенничества, направлено на определенную категорию граждан, здесь, да, в какой-то мере есть, допустим, вот контактное мошенничество, они в основном на граждан пожилого возраста нацелены, потому что их больше ввести в доверие, они больше поддаются там каким-то психологическим моментом. Допустим, все, что связано с социальными сетями и банковскими картами, допустим, это уже более такой... И средний. Да, молодые люди, которые не видят никакого общения, то есть, ну, допустим, перевод денежных средств там только банковскими картами, соответственно, вот они становятся жертвами мошенников, там, по определенной схеме, там, карта заблокирована, допустим. То есть здесь нет такого. Вот. Все категории граждан подвержены. А что сегодня актуально? Вот вы уже сами сказали про технологии, да, появилось много новых технологий, и телефоны, и карты, еще, и интернет. Вот что в связи с этим происходит в мире преступников и обманутых? Да. Преступники у нас, как и прогресс, они развиваются, то есть какие-то вводятся новые схемы, старые, допустим, уже изжили себя, то есть появляются новые схемы, то есть смотрят, на что люди реагируют, то как бы сейчас и сам портрет преступника, он немножко меняется. То есть если раньше это были, допустим, лица уже близкие там к уголовной среде, допустим, осужденные, либо освободившись, то сейчас уже все. То есть сейчас у нас приходят непосредственно молодые люди, которые очень хорошо владеют навыками пользования интернет-ресурсами, то есть определенная схема мошенничества есть. Есть, соответственно, и старая гвардия, так называемая, это вот как раз наши лица, получившие преступный опыт, допустим, в местах лишения свободы. Здесь вот у них определенная схема, потому что они не могут, допустим, перестроиться, что-то, каких-то навыков не хватает. В социальной среде там у нас уже больше женщины фигурируют, допустим, в контактных преступлениях, вводя там бабушек, дедушек в заблуждение. Соответственно, и у нас из мошенничества можно поделить, вот как я уже сказал, на контактные, бесконтактные, то есть дистанционные. Соответственно, дистанционно здесь более уже технический прогресс. Вот тут у нас есть там ряд основных видов мошенничества, то есть варьируется очень. Схем, сразу говорю, очень много. Потому что это схема, да, потому что это новое, и об этом еще никто не говорит и не предупреждает. Да, то есть люди пробуют, то есть мошенники, они пробуют, так сказать, каждый вид мошенничества, допустим. Отрабатывается. Да, что-то не идет, соответственно, они пытаются другие. Ну, в основном это у нас есть основной костяк, это вот, допустим, по дистанционным мошенничествам, это вот, как я уже сказал, рассылка СМС-сообщений, банковская карта заблокирована, аннулирована, то есть какие-то проблемы с банковскими счетами граждан. А что делать, вот когда получил такой СМС-ку? Заблокирована ваша карта, вот что делать? А вдруг на самом деле? У людей должно быть выработано, как бы, на рефлектном уровне. Сразу берем карту, на обратной стороне находится у нас телефон горячей линии Сбербанка, или там в это, ну, не важно, какого банка обслуживается гражданин. Звоним туда и поясняем, вот у меня какие-то проблемы с картой, мне пришло сообщение, соответственно, оператор, проверив ваши координаты, то есть он... Подтвердить. Да, да, если какие-то проблемы, соответственно, необходимо идти в отделение банка. Вот. Ни в коем случае не надо перезвонить на указанные номера. С каких бы номеров они не приходили СМС-сообщения. Бывает, сейчас просто у нас IP-телефония очень развита, это гражданам приходят сообщения, где указывается номер бесплатный, 8800 и так далее, то есть оно внешне похоже на, там, допустим, номер телефона какого-то банка. То есть люди смотрят, ага, 8800, значит, это банк, и начинают туда звонить. Соответственно, у нас идет переадресация на телефон, используемый преступником, и, соответственно, уже граждане попадают как раз уже в поле деятельности, уже непосредственно самого преступника. Вот. Соответственно, и если, допустим, в дневное время есть возможность пройти в отделение банка, лучше пройти туда. Это самый надежный способ. Пришли с банковской картой, пришли с паспортом. У меня какие-то проблемы, соответственно, если вас пытались обмануть, соответственно, это сразу станет ясным. Вот это, да, вот это хороший конкретный совет, потому что даже мне не пришло бы в голову звонить вот на обратной стороне карточки, искать телефон. А это конкретно можно сразу ситуацию предупредить от какого-то вида машины. Ну да, конечно, тут вопрос какой. Если, допустим, ну, есть люди, которые, ну, не позвонили в оборотную сторону банка, перезвонили на указанный номер, там, соответственно, представляется, там, техническая поддержка, служба безопасности, там, какие-то различные вариации этих служащих какого-то определенного банка, даже не говоря банк, могут просто центра банка. И все, и у вас проблема, там, во счет аннулирован, у вас, там, прошел полотеж, вот, подтвердите, там, на какую-то сумму, и вот начинается разговор. То есть, соответственно, если у вас возникли сомнения на этом этапе, то есть, кладем труп, возвращаемся к первому пункту. Если уже, допустим, ну, вам все-таки кажется, что у вас какие-то проблемы, и вас пытаются провести, допустим, к тому же терминалу или банкомату, и пытаются провести, там, какие-то манипуляции, что якобы, если вы введете, там, какие-то цифры, у вас, там, все разблокируется, с одного счета переведется туда, то есть, это вот стандартная схема. Люди начинают переводить, в итоге подключают либо мобильный банк, банкинг на свою карту, либо путем перевода с одной карты на другую, то есть, похищают денежные средства, либо подключают, допустим, тот же онлайн-банкинг, при этом назовите нам пароль, там, идентификатор и так далее, и так далее, то есть, и пытаются вот таким образом получить данные, вот именно, как бы, доступ к денежным средствам, поэтому ни в коем случае, никакие манипуляции, тем более с банками, ой, с банкоматами, терминалами, не проводить терминалы, и банкоматы, они созданы для перевода денежных средств, выдачи и приема наличных, все, больше никаких функций по разблокировке карты они не обладают. И вот еще один вид преступлений, о котором я недавно услышала, что за услугу есть такие широкие социальные сайты, сайты, которые предлагают услуги, то есть, люди, которые вам эту услугу окажут, потом перезванивают и говорят, а давайте я с вами по карточке расплачусь, вы мне продиктуйте, и я вам сейчас вот, ну, через час, сейчас пока дойду до банка и переведу, или там, или просто вот со своей карточки сейчас вот тут отойду и переведу. И у нас все называют так вот тут и спереди, и сзади три цифры, и вот это что, это можно делать? Нет, ни в коем случае, это вот как раз... А вот если на самом деле хотят с карточки перевести за услугу? Ну, если хотят с карточки на карточку, у нас, допустим, в определенных банках есть такая возможность перевести денежные средства по номеру телефона, то есть, у вас есть номер телефона, пожалуйста. Тогда и переводите. Если они хотят перевести, они заходят в банк, либо в банкомат, и на ваш номер у них будет сразу привязка к банку, то есть, просто через номер приводят. Никакие персональные данные про карту, тем более про обратный код безопасности и дату выпуска и фамилию, не стоит никому говорить. Вот, поэтому, ну, данная схема мошенничества, она у нас прослеживается. И при совершении сделок под купли-продажи в интернете, допустим, на интернет-площадках торговых, это как Авито, из рук в руки, Юла и так далее. То есть, очень присуща там эта схема. Вот, поэтому не надо ни в коем случае. Ну, уж если вы доверяете человеку, номер карты, все, больше ничего не надо. То есть, по номеру карты он может смело перевести. Никакие кода, там, подтверждения, ничего не надо говорить. Все, номер карты не получилось извинить. Либо при личной встрече на личном денье. А что касается, вот как вы говорите, обмана контактного, да, вот на что обращать внимание. Позвонили в дверь, посмотрел в глазок, незнакомый человек. Что, вообще не открывать? Или начинаешь с ним контактировать? Вот как определить, что это мошенник? Есть какие-то вот элементарные советы? Нельзя же не выслушать человека уж совсем. Ну, понятно. Ну, здесь, понимаете, контактный их там тоже очень большое количество. Вот, тот способ, который вы, как бы, привели, это у нас, как правило, это соцработники. Ну, под видом соцработников. А вот еще с очистителями воды часто ходят, и звонят. Вот, далее потом, как представители каких-то... Глазовых компаний. ...ЖКХ, там, да, горгаз, там, я не знаю, замена трупа и так далее. Здесь, в данном случае, то есть, если вас не предупредили, допустим, ЖКХ, ну, ЖКХ, обычно развешивают объявление перед подъездом, что тогда-то, тогда-то в период времени будет проводиться проверка. Если у вас такого не было, вам постучали, говорят, мы горгаз. Откуда? Оттуда. Не поленитесь. Если у вас есть телефон, ну, наберите телефон горгаза и спросите, а была ли такая вот команда, которая поедет там проверять такие-таки адреса? Если нет, если вы одни находитесь, дойдите до соседей, позвоните. Как правило, если это мошенники, я не увидел, что к ним, к вам, там, допустим, вы пожилой гражданин, там, бабушка, и к вам подошел более молодой, допустим, сосед или там соседка, который уже помимо вас еще является свидетелем, то есть они, как правило, уходят. То есть, ну, не надо, не надо и уходят. Вот, поэтому без особой нужды в квартиру никого не пускать. Вот, это однозначно, потому что зайдя в квартиру, там начинаются уже, как бы, более-менее идут психологические моменты, там, допустим, проверили счетчик, а у вас счетчик газовый не работает, все, у вас там будет скоро катастрофа, или там вода прорвется, там, вода у вас вообще ужасная. Да, делают какие-то замеры, замеры, там, какими-то приборами, то есть вводят в заблуждение очень сильное. И, как бы, у нас пожилые граждане очень доверчивые, и они видят, что, ну, все, пропало, то есть дальше жить невозможно. Они говорят, нам надо предоплату, мы вам поставим супер за, как пенсионеру со скидкой. Соответственно, мало того, что они расстаются с деньгами, оплачивая данные услуги, во-вторых, они показывают место, где эти денежные средства находятся в квартире. Потому что, как правило, приходит не один человек, а один-два. То есть один общается с потерпевшим после того, как идет расчет, там, какие-то квитанции заполняют, еще что-то. Второй идет в место, где находились денежные средства, и забирает все оставшиеся. То есть у нас, вот, поэтому ни в коем случае не пускайте в квартиру. Либо звоните родственникам. То есть сейчас я позвоню там сыну, сын подъедет. Если вам что-то надо, пожалуйста, пока можете пройти к соседям. А вот то же самое делать, когда говорят о каких-то вот пенсионных реформах, о том, что вот с пенсией... То же самое, то же самое, та же самая схема. Очень часто сама встречается, вот, есть ли жители, жильцы такого-то возраста, мы сейчас вам расскажем. И какие-то еще удостоверения ведь предъявляют, что-то там написано. Ну, поверьте, удостоверение можно купить, он шутовский, он в магазине, на рынке, то есть там какой-нибудь... Там же граждане обычно посмотрели, красная корочка, какая-то фотография, печать какая-то синяя. Ну, никто же не вчитывается, никто не смотрит, насколько она действительно, это удостоверение. И, соответственно, по социальным программам, да, это как один из видов социальных, под видом социальных работников. Приходят, там, какие-то выплаты идут, новый, там, обмен купюр на нового образца, допустим, там, еще что-то. Вот у нас же как раз такая обстановка экономическая, то есть вот вам добавили пенсию необходимую, допустим, дают, показывают пять тысяч купюру. Ну, вот вам положено две тысячи, сдачи три, соответственно, у нас размена нет, бабушка что делает? Бабушка опять идет в свой тайник под отделкой, достает, отсчитывает, там, три тысячи, приходит, вот, сынок, держи. В это время уже второй смотрит, где, куда, пока они тут заполняют бумаги, я попить, я в туалет, соответственно, идет, забирает деньги, и все, они спокойно уходят. Вот, пожалуйста, то есть ни в коем случае, социально, откуда, с ЖЭУ или там, с пенсионного фонда, подождите, я сейчас позвоню в пенсионный фонд, ни в коем случае, вот, как предосторожно, ни в коем случае не надо звонить на телефон, который вам дает оппонент. То есть они, как правило, да, позвоните, вот, возьмите моему начальнику, позвоните, вот, сейчас он ответит. Если возьмете, там будет, да, там, какой-нибудь там, начальник отдела, какой-нибудь службы, да, 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 хотя на самом деле, да, он сидит в машине, и там, вот, поэтому, нет, не надо, я со своего телефона наберу телефон. Все, позвонили. Как правило, пожилые граждане, у них там, справочники какие-то есть, там, или еще что-то. Вот, а так, если ничего под рукой нету, к соседям, пожалуйста, помогите, вот, у меня пришли, там, вот, я боюсь, там, и так далее. Если возникли какие-то подозрения на мошенничество, смело звоните в полицию, приедут полицейские, разберутся, все. Ну, как правило, если это мошенники, то до этого не доходит, они увидят, что... Не дожидаются, пока приедут. Да, что псевдожерт начинает какие-то, ну, непонятные движения, там, я позвоню туда, позвоню, они, как правило, делают вид, что, ну, неинтересно, значит, уходят, придете к нам. Вот. Обычно делают акцент, что, а, ну, вот, мы к вам пришли, если вы сейчас это не сделаете, соответственно, вам надо будет прийти, отстоять очередь там, какие-то заявки, еще что-то, и так далее. И так далее. То есть, ну, у людей зачем тратить время, когда вот ко мне уже пришли. То есть, на это тоже ловится. Да. Еще такой вопрос, на какой вид мошенничества сегодня вы хотели бы обратить особое внимание? Может быть, абсолютно что-то новое появилось, как вы говорите, вот пока только отрабатывается схема, чтобы мы тоже были предупреждены? Ну, тут схемы, понимаете, они уже отработаны, просто они вот затихают, возникают. Если брать дистанционные, я вам сейчас перечислю, какие вот у нас основные виды. То есть, потому что вариаций очень полно, то есть, там все не озвучишь. Допустим, ну, то есть, я назвал уже блокировка банковская карта. Дальше. Следующая схема – это звонок о том, что родственник совершил какое-то правонарушение. Это тоже очень распространенная схема, она действует, пока, ну, в принципе, люди, так сказать, подвергаются обману, то есть, нормально переводят денежные средства преступникам. Дальше схема – это вот как раз, как я уже говорил, это торговые интернет-площадки, это у нас купли-продажи товаров. Неважно, кто вы, продавец, либо покупатель, вы попадаете в зону риска. Вот. Дальше у нас в последнее время набирают обороты, это вот звонят в какие-то компании. В основном сетевые, допустим, аптеки, магазины запчастей под видом генерального директора. То есть, они через интернет преступники набирают, либо предварительно позвонив в какую-то из точек, кто у вас директор, там, они там, Иванов Иван Иванович. Они звонят уже в следующий и говорят, так, это я, Иван Иванович, что у вас в кассе, там, ну, это основная схема, они там, вот у нас то-то, то-то, так, наутро столько, так, у нас едет там, либо налоговая проверка, либо там необходимо, сейчас приедут рекламу менять, так, переведи мне деньги вот на этот номер телефона или там на эту карту, положи записку, я приеду потом, ну, типа, это внесу там в документы. Соответственно, не все, но много менеджеров бегут выполнять поручения своего директора, переводят деньги и сидят довольны, ждут вечера, когда приезжает директор настоящий, то есть, соответственно, у нас возникает вот такая ситуация. Да, это схема развитая, в принципе, вот. Ну, и, соответственно, у нас, что связано с интернетом, это у нас социальные сети, это вот очень, как бы, развито. Мало того, что это взламывают страницы, то есть, здесь тоже надо будет обращать внимание, что вам, допустим, родственник звонит, переведи мне 3000, и у меня там проблема, ну, не надо переводить огульно никому, нужно сначала позвонить по телефону, потому что, как правило, у многих есть телефоны, тех контактов, которые есть, это раз. И, во-вторых, это у нас закрытые группы, допустим, тех же вот девушек, которые у нас создают группы по покупке-продаже каких-то вещей, как правило, это вот женские там шубы, какие-то брендовые вещи, там, может быть, даже БУ и так далее. То есть, и вот мошенники под видом, регистрируются под видом какой-то женщины, заходят в эту группу и начинают уже смотреть, кто что покупает за это, после этого находят в личку, в личное, и пишут личное сообщение о том, что, ну, давай, у меня вот есть то, что ты ищешь, ну, да, только с перламутром и пуговицами. Ну, цена ниже намного того, что там обсуждалось. Соответственно, люди, а как так вот, скидывают фотографии, там, этого предмета, ну, какие-то определенные, что вот оно действительно есть. Паспорта могут показывать какие-то там, ну, то есть много вариаций. Поэтому, ну, девушки хотят красивыми быть, соответственно, переводят деньги и остаются без шубы, без денег. Ну, вот это очень развито прямо вот у нас, например, вот эти передачи денег, не знаю, это наивность людей, то, что незнакомому человеку перевести на другой конец, там, России, перевести денежные средства, начиная там от пяти тысяч, заканчивая у нас там до полумиллиона за какие-то товары, то есть, ну, это вот наивность. Да, а скажите, пожалуйста, как-то поймать мошенников можно? И если уж произошел такой случай, вот, допустим, купила шубу, совершенно, ни шубу не получила, деньги перевела, вот как действует в такой ситуации? Куда обращаться? И вообще, на сколько, каков процент того, что можно поймать? Этого мошенника и вернуть какие-то там затраченные деньги? Ну, в настоящее время... Это же очень сложно, наверное. Мне кажется, что мошенников поймать... На первый взгляд сложно. Как бы в настоящее время сотрудниками полиции уже имеется определенный опыт борьбы с данным видом преступлений. Ну, вот, поэтому ловим и псевдопродажи вот этих шуб ловим. Ну, то есть, процент у нас на данный момент где-то порядка 30% скрывается. У нас единственная сложность — это вот межрегиональный характер преступления. То есть, в отношении наших граждан может совершаться преступление, допустим, из Хабаровска. То есть, вот, немножко временной промежуток. А так, ловим. Вот у нас в начале этого года или в конце прошлого, не помню точно. Вот мы девушку одну поймали, вот, задержали ее, все. Да, она вот продавала вещи, там, жительницам Башкирии, там, Кемерово, что ли, что-то такое. Это уже через интернет? Да, все то же самое. Зарегистрировалась под другим именем и вот, осуществляла торговлю. Хотя сама не наркоманка, ничего. То есть, обычная девушка. Просто такой бизнес, просто мошенничество. Да, с малолетним ребенком, пожалуйста, вот, нечего делать. Вот она сидела дома за компьютером и вот решила заняться. Раз получилось, два получилось. Ну, что, деньги идут, ну, что, что, не поймают. Поймаем. Да. Вот еще говорят, что много таких вот мошенничеств совершается и по телефону из мест лишения свободы. То есть, тоже, вот, как вы сказали, нечего им там делать, они сидят и названивают с каким-то там. На что тоже, вот, обращать внимание и как понять, что этот звонок, он не имеет к реальности никакого отношения? Ну, то, что это смесь лишения свободы, не знаю, очень сложно понять по звонку. Ну, необходимо обращать внимание на речь гражданина, который с вами общается. Да. Очень часто у нас данное видное преступление совершают, особенно если это вот лица, которые вот как раз приобрели криминальный опыт в местах лишения свободы, они, ну, лица, злоупотребляющие наркотическими средствами. То есть, если с вами человек в опьянении разговаривает, то его можно понять, потому что, ну, у него растянутая речь, там, еще какие-то несвязанные слова, там, какие-то вот нервозность в общении, то есть, то есть, на это внимание обращать. Вот еще говорят, что ночью часто звонят, чтобы вот какое-то обычно ночью тревожное состояние, тем более, если у тебя вот сын уже взрослый, а его нет в этот момент, то можно, конечно, поймать и сказать, что вот у вас там просто вот наобом позвонить, а случится, что действительно такая ситуация, что нет вот рядом сына, и действительно начнешь там и бежать, и деньги относить, и куда-то там еще что-то, что требует выполнять. Да, 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 это вот как раз одна из схем, то, что я уже перечислял, это вот родственник совершил правонарушение. Данные вот у нас, получается, акценты они вот делают на ночное время, потому что звонят на городской номер, как правило. Вот люди с просонья поднимают трубку и уже слышат голос плачущий, там, не знаю, там, я там, алло, там, и у нас как граждане ждоверчие сразу, Петя, это ты? Да, да, это я, Петя. И начинают, мама, я там, или там бабушка слушает по голосу, и уже от этого, или там, если мужчина берет, там, дедушка, папа, там, не важно. Ну как же, ну можно же узнать голос сына и в руках. У них тоже, на это у них есть свои уловки, то есть, как правило потерпевшие спрашивают, так, ты кто вообще, я тебе голос не узнаю? Да это я, мам, это Петя, я просто ударился об руль, губы разбил, я вот не могу, у меня тут плохо разговор, у меня нос сломали, или там, порезался, я вот сижу забинтованный, ну, поэтому у меня речь изменилась. Ну все, и люди начинают, а что случилось? Да я в полиции, и начинают давить на чувства граждан, помощи своему родственнику, толкая их, соответственно, можно сказать, на самих на преступления, то есть, они же начинают объяснять, что вот полицейский, полицейский берет трубку, псевдо, опять же, полицейский, и вот потерпевшему объясняют, что я вот полицейский такой, то дайте мне взятку. И люди идут, осознанно идут на дачу взятки полицейскому, хотя, ну, потом уже узнают, когда начинают, а я же не знал, и так далее. Вот, здесь у нас тоже предосторожности какие, то есть, хотелось бы пожелать гражданам, если вам произошел звонок, в первую очередь уточните, где находится ваш родственник. Бывали случаи, что бабушке звонок, ваш там папа, мой сын, там, я попал там туда-туда, бабушка вся в расстроенных чувствах берет денежные средства, какие есть, выходит из коридора, из своей комнаты в коридор, уже почти к двери, открывается дверь, выходит ее сын из соседней комнаты, ты куда, а я тебе, у тебя это, и все, то есть, понимаете, то есть люди ошарашивают, ошарашивают их вот эта информация, соответственно, узнали, если сын, допустим, живет отдельно, или там где-то на дискотеках, там еще что-то, где-то отсутствует, положите трубку, наберите ему, но преступники, понимаете, у нас начинают давить, не кладите трубку, если положите, все. Какие психологи, да? Да, да, но они понимают, что если она, жертва, положит трубку мобильного телефона, то у нее есть шанс позвонить. Поэтому они из городского, там, дайте мне свой номер телефона, перезванивают на мобильный, и начинают вот уже с жертвой общаться, что давайте, давайте, я там совершаю коррекционное преступление, поэтому не надо трубку класть. Все, узнавайте, если вы уже, как бы, понимаете, что, возможно, ваш сын что-то там натворил, спросите, фамилию, имя, отчество, назовите, пожалуйста. И они начинают, как правило, плавать, да вы что, не узнаете своего сына, да вы что, да мне все равно, но не называйте, называйте, где случилось, в какой отдел его доставили, вот. Соответственно, как узнали данные, положите трубку, наберите в полицию, и узнаете, дежурный вам пояснит, где, в каком месте совершено было ДТП, если оно совершено, или там какая-то драка, или еще что-то, и кого доставили, если доставляли. Соответственно, вы по фамилии можете узнать, есть ли в полиции ваш сын или нет. Как можно больше деталей собирать. Да, 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 ни в коем случае не переводите никуда деньги, потому что, вот, как правило, как правило, это мошенники. То есть, если такая ситуация случается, процентов на 99, что никто никуда не попадал, и вы просто лишите своих денежных средств. И еще про ответственность перед законом самих мошенников. Хотелось бы узнать, насколько строгие наказания, и бывает ли мошенничество там в особо крупных размерах, может быть, не такие серьезные. Вот как это все распределяется? Ну, у нас российским законодательством определена ответственность, предусмотренная статья 159 Уголовного кодекса, вот, от условного срока наказания до 10 лет лишения свободы. Это в зависимости от наличия квалифицирующих признаков. Вот как раз это наличие, допустим, организованной преступной группы, либо там ущерб, ну, соответственно. Вот. Поэтому все индивидуально. Да, ну, просто нужно знать, что ответственность существует, и ответственность немаленькая, если до 10 лет. Даже, казалось бы, за простое, ну, вот, развел, вот, как говорят, да, человека, и казалось бы, ну, и что? Ну, понимаете, у нас, вот, допустим, какая практика лет 5 назад, 6 там, у нас, как правило, давали там условно в основном срок, потому что преступление носит, ну, рядовое, да, без квалифицирующих признаков, оно средней тяжести. Соответственно, меру наказания было условно. В настоящее время, так как преступления, они набирают резонанс, да, массовость, то есть уже, как бы, суд уже оценивает данные, то есть по-своему, уже реальные сроки гражданам, ну, преступникам выносит. Ну, как правило, это вот в районе 3-5 лет лишения свободы. Да, ну, это уже об этом можно сказать. В зависимости, это все надо будет, все в зависимости от тех доказательной базы, от тех признаков, квалифицирующих то, что у нас. Да. Как лично вы, Василий Николаевич, пришли в криминальную полицию, почему вам это стало интересно и стало делом вашей жизни, вашей профессии? Ну, у меня, во-первых, преемственность, у меня родители полицейские, оба. Вот поэтому уже с детства, как бы, можно сказать, мечтал о службе в полиции. Ну, вот, соответственно, отучился и в рядах начинал с оперуполномоченного в одном из городских отделов. Ну, соответственно, уже дальше-дальше. У Вас есть возможность поздравить своих коллег? Ну, да, в преддверии праздника хотелось бы пожелать коллегам, оперативным сотрудникам, во-первых, удачи, оперского фарта, вот, здоровья вам, вашим близким, чтобы ваши тылы, они, как сказать, были крепкие, и всегда на них вы могли положиться. С праздником, коллеги! Спасибо большое за такие важные, полезные советы, за то, что вы делаете. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!